Я представляю канал Магребинский Сахари. Я благодарю за приглашение на этот форум для обсуждения проблемы терроризма, экстремизма в его различных проявлениях в арабских странах, в исламских странах, также и на Западе. На самом деле, очень много было интересных, важных выступлений. Все они направлены на то, чтобы вскрыть сущность этих явлений и понять, как действовать в дальнейшем. Терроризм в Марокко тоже, к сожалению, проявил себя, дал о себе знать. У нас есть достаточно молодых людей из беднейших слоев общества, которые примкнули к исламскому государству, и они участвуют в распространении террористических организаций. Я думаю, что это также связано с тем, что общество недостаточно уделяет внимание просвещению молодежи, тем, что интеллектуальная элита общества не способна противодействовать влиянию экстремистских радикальных идей. Вот эта деятельность экстремистов, террористов нацелена прежде всего на арабские страны, как мы видим. И поэтому арабскому миру, как никакому другому, надо объединить свои усилия. И здесь возрастает особенно роль интеллигенции, интеллектуальной элиты. Надо пытаться воспитывать молодежь в новом духе, более устойчивыми защитниками реальных идеалов ислама, с тем, чтобы они были способны отличать экстремистскую идеологию, радикальную идеологию от умеренного ислама. Мы сегодня видим, что на арабских и исламских каналах зачастую представители радикальных течений превращаются в своего рода звезд. Их выступления транслируются под лозунгом «Свобода слова», а те, кто слушает, порою вполне успешно поддаются влиянию этих выступлений. И здесь, конечно, мы видим, какой клубок противоречий наблюдается сейчас в этих странах. И роль СМИ, конечно, здесь очень важна. В арабских странах фактически ничего сознательно не делается в социальном плане для того, чтобы снизить возможность привлечения представителей беднейших слоев к террористическим организациям. Я имею в виду, что нет планомерной программы борьбы с бедностью, с нищетой. Это, видимо, очень важно. Людям хочется хотя бы после смерти оказаться в раю, если они тяжело живут на земле. И вот эти социально-экономические условия очень важны. И мы знаем, что сейчас у нас достаточно много марокканских юношей отправились на борьбу в рядах террористических организаций. И сейчас как раз у нас возросло внимание вот к этим вопросам. Мы знаем, что многие марокканцы отправились и в западные страны для того, чтобы готовиться к террористической деятельности. Арабские и исламские государства должны иметь определенную методологию действия в рамках борьбы с терроризмом. И, конечно, СМИ должны перестроиться. Надо научиться резко реагировать на всяческие действия террористов, чтобы миллионы зрителей, и в том числе молодых людей, могли четко отличать, где экстремизм, а где нормальные идеи. И надо обратить внимание на социальные сети. Я считаю, что недостаточно делается для того, чтобы как-то противостоять влиянию экстремистов, террористов на молодежь через социальные сети. Все западные страны и арабские и исламские страны должны объединить свои усилия, координировать их. Это необходимо для того, чтобы достичь подлинного успеха. Я благодарю всех участников, я благодарю российскую сторону за организацию этой встречи. Это очень важно и для России, и для стран исламского мира, и арабского мира в частности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова